Игнатий Юлианович Крачковский родился 140 лет назад, 16 марта 1883 года в Вильна. Он закончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета, стоял во главе отделения исторических наук и филологии Академии наук, руководил работой арабского кабинета Института Востока Академии наук. Крачковский с научными целями посещал Сирию, Ливан, Палестину, Египет. Он знал арабский, персидский, турецкий, западноевропейские языки, всего более 20 языков. Крачковский стал первым переводчиком на русский язык Корана, посвятив этому труду 8 лет. Ученый написал более 450 работ, посвященных исследованиям истории и культуры Востока. Многие из этих книг представлены на выставке. Куратор Сергей Курылев рассказывает. Отражены в хронологическом порядке труды Крачковского, которые отмечались важными его учениками, исследователями другими. Это повторение того первого труда, который был опубликован в туркестанских ведомостях в 1904 году. Ну и вообще разные труды, рассказывающие об отдельных памятниках арабской литературы, которые Крачковский находил. Рассказывающие о русских монастырях, в которых хранятся, например, арабские рукописи. Важным следует заметить, что Крачковский первый, кто открывает в нашей стране уж точно так называемую новоарабскую литературу. То есть литературу арабскую 19-го, начала 20-го века. Крачковский говорит, что она заслуживает внимания и нуждается в изучении как высокохудожественная важная часть мировой литературы. Важно, что Крачковский был не только академическим исследователем, но и популяризатором науки и культуры стран Востока. Вершиной такой редакторской деятельности Крачковского становится редакция им первого полного русского перевода книги «Тысяча одной ночи», которые начнут издавать в 1929 году в очень известном таком авторитетном издательстве «Академия». Здесь у нас представлены первые два тома. Нужно отметить, что на выставке представлены книги из собрания Игнатия Крачковского, переданного в публичную библиотеку его вдовой. Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский информирует. Мы давно планировали открыть мемориальный кабинет Игнатия Ильяновича. И вот сейчас при поддержке Духовного управления мусульман России, лично Верховного муфта Равиля Гайнудзина, шейха, мы в этом году это осуществим. И в общем мы решили, что этот год весь будет посвящен памяти этого выдающегося ученого, нашего соотечественника. Что такое библиотека Крачковского? Это 20 тысяч изданий, 20 тысяч книг. Это огромный пласт, это творческая лаборатория ученого. Я уверен, что многие исследователи, те, кто занимается Арабским Востоком и вообще занимается наукой, с удовольствием будут изучать эту творческую лабораторию. Его кабинет будет открыт для экскурсантов, для наших читателей и для тех, кто интересуется Востоком. Имя Крачковского знают в странах Востока. Об этом в приветственном адресе написал муфтий шейх Равиль Гайнудзин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации. А зачитал послание первый заместитель председателя Дамир Мухеддинов. В послании, в частности, говорится. Крачковский, как профессор Ленинградского университета, не только воспитал множество прекрасных учеников при жизни, но и по своему влиянию на науку может читаться наставником всего современного российского исламоведения. Вы признательны Российской национальной библиотеке, заслужившейся между библиотекой и Духовным управлением мусульман Российской Федерации плодотворное сотрудничество, благодаря которому российские мусульмане приобщаются к исключительно ценным памятникам книгопечатания, достоянию российского мусульманства и всей российской культуры. Для нас огромная честь сотрудничать с Российской национальной библиотекой в деле открытия мемориального кабинета Игнатия Крачковского, так великого ученого, чей труд познакомил миллионы русскоязычных читателей с глубиной и мудростью смыслов благородного Корана. Дамир Мухеддинов дополнил послание собственными воспоминаниями. Все поколение после Академика Крачковского в той или иной степени является учениками. И даже мы, религиозные деятели, когда в 90-е годы после распада Советского Союза в поисках духовной литературы, а так как по большому счету никакой литературы книг не было, с большими проблемами и трудностями приобретали книгу «Перевод Корана Крачковского». Всегда, когда в арабских странах, в присутствии людей авторитетных, которые действительно имеют отношение к науке, вспоминаешь имя Академика Крачковского, они с огромным пиететом, любовью относятся к этому человеку. Дагард мы его читали, Дагард мы его изучали, Дагард мы хотим приобщиться к его наследию. Поэтому приятно, что человек, который жил в советское время, продолжает быть таким связующим звеном в современности между Россией и мусульманским арабским миром. Игнатий Крачковский был членом ряда зарубежных академий. Академии наук в Дамаске, Иранской академии наук, Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии. Ученый призывал узнать настоящий восток, не закутанный дымкой наших собственных фантазий. Поэтому труды его остаются актуальными. Благодаря его,